С вами снова цифры. Здравствуйте! 14 февраля во всем мире будут отмечать День Святого Валентина. Традиция отмечать День влюбленных пришла к нам относительно недавно. Как выяснили социологи, 14 февраля уже на протяжении последних пяти лет является праздником для каждого второго жителя России. Причем в большей степени этот день воспринимают как праздник люди до 35 лет. Старшее поколение меньше внимания уделяет Дню Святого Валентина. Для большинства это обычный рабочий день. Самые распространенные подарки по случаю Дня Святого Валентина это сувениры. Их планируют дарить 28% опрошенных. Цветы 13%, конфеты 9%, косметика, бижутерия 6% и игрушки тоже 6%. А вот статистика о мотивах празднования Дня влюбленных. Под влиянием общественного давления 14 февраля отмечают 13% опрошенных. 5% признали, что вынуждены праздновать День Святого Валентина, так как это желание второй половинки. 16% респондентов отметили, что надеются улучшить отношения со своим партнером. 5% благодаря романтической атмосфере и подаркам надеются на интимные отношения. Неудивительно, что этот вариант ответа выбрали исключительно мужчины. Добавить в отношения немного романтики благодаря празднику планируют 23% опрошенных и 1% признались, что их интересуют исключительно подарки. 37% не смогли определиться с мотивами. Им просто нравится этот праздник. Вот еще интересные цифры. По числу продаваемых поздравительных открыток, это около 277 миллионов, День Святого Валентина занимает второе место после Рождества. Ежегодно 14 февраля продается несколько сотен миллионов роз и хризантем. В этот день на 20-30% увеличиваются продажи презервативов. А какова история этого праздника? Как гласит легенда, в далекие времена был издан указ о запрете жениться. И священник по имени Валентин, в честь которого назвали этот прекрасный праздник, не подчинился приказу и продолжал венчать молодых людей. В тайне от всех он проводил брачные обряды. А когда император узнал об этом, то пришел в ярость и посадил его в тюрьму. А чуть позже, 14 февраля, казнил. Однако в дальнейшем церковь признала Валентина святым. И теперь это самый романтичный праздник. Вот еще интересный факт. У праздника Святого Валентина есть противники. Кто-то считает, что любовь нужно дарить не один день, а каждый день. А кто-то не хочет поддаваться традиции и следовать за стадом. А еще есть те, кто говорят, что это элементарно дорого. Еще празднование Дня Святого Валентина – это настоящее проклятие для одиноких людей. Удивительно, но в Германии святой Валентин считается покровителем психически нездоровых людей. А вы сделайте Валентинку на День влюбленных. Увидимся. С вами были Цифра и Ольга Потапова.